Мы никому ничего плохого не делали, мы ни на кого не нападали. Вы убийца, самый настоящий убийца. Да, убийца, вы все убийца. Прекратить это можно хоть завтра. Была бы просто... Чья воля? У нас всех генералов посадят в тюрьму. Моё ощущение, что всех достали они. Какая сегодня весёлая, оптимистичная программа. Знаете, той випадок, коли так сильно ржав над керівником європейської країни, що сам потерялся в пространстве. Кто ты? Где ты? Что ты тут робишь? И для чего тебя сюда позвали? Но, конечно же, про это на территории России не скажу. Это вам не с Байдена ржать. Привет вам, мои наикрашіші люди. Я тут черговую порцию для вас обзора пропаганды. И знаете, с чего давайте начнем? С того, что свідчить про то, что все идет по плану, но этот план ведет, знаете, в какую-то одну большую черную кролячую нору. Ну, мы никому ничего плохого не делали. Мы никому не нападали. В отличие от Соединенных Штатов Америки. А что случилось, Валя Матвієнка? Я перепрошу. А что сталося? А как же вот это 24 февраля 2022 года? Мы начинаем специальную военную операцию на территории Украины. Путин каже на цьому самому заходе, який я вам показала на початку, что мы на Украине сами себя защищаем. Тут выходит Валя Матвієнка и каже, мы ни на кого не нападали. А как же план? У нас с самого начала был какой-то план, мы его придерживались. Все? Забыйте на план. Несите чушь. Главное, полную. Главное, уверенно. И главное, делайте это, знаете, так, чтобы Олечка Скобеева на вас дивилась с вот таким вот выразом обличия. И, естественно, не кліпила в этот самый момент. Так будет больше веры. Ну и, естественно, план то идет. Мы ни на кого не нападали. Естественно, же, кажут на территории России. Только, десь, знаете, потерялись 100 тысяч военных. Ну, по ихних підрахунках, чомусь саме 100 тысяч военных десь потерялись. Один в пяти потерях. Но давайте логику дальше выстроим на шаг вперед. Если, что Украина убитых, число убитых 500 тысяч, то в России значит 100 тысяч. То есть в России погибло 100 тысяч людей, а суммарно всего 600 тысяч людей погибло наши уже на этой войне. Цифра 500 тысяч называлась кем? Только неофициальными источниками. Наше Министерство обороны давало погибших на Украине где-то до 200, насколько я вот помню. Еще времен Шойгу это была информация. Ну, 200 тысяч, это, конечно, не 500, вы разумеете. 200 тысяч не жалко. 500 жалко, а 200 нет. Если 200 тысяч украинцев погибло, то на пять разделим, столько погибло русских. Ну и что вы хотите? Я просто хочу сказать, что с этого нужно находить выход, понимаете? Прекратить это можно хоть завтра. Была бы просто... Чья воля? Чья-то воля, да. Была бы чья-то воля на этот счет. И прекратить можно хоть завтра. Если бы вы перестали стрелять, то, в принципе, это бы прекратилось. Ну, дивиться, за официальными данными Генштаба Збройных сил Украины, ця цифра дорівнює понад 500 тысячам. Щоправда, це цифра сумарна вбитими і пораненими, тобто без поворотних втрат на території Росії. Цифра дійсно одна до п'яти, і це говорять вже не в Росії, а в Україні. Тут не надо передергивать, як то кажуть. Та, якщо вже передергуєте, то робіть це, будь ласочка, від початку до кінця. Ну, і, власне, от виходить так, що мені на кого не нападали, а десь за їхніми підрахунками 100, 200, 225 тисяч, як вони кажуть, наших людей, виходить, загинули. Валя Матвієнка, давай, твой ход далі. Де вони всі? Потерялись? Заблудились? А от вони гдє? А ви всі вбійця. Ось вони так просмерних жителів вбивають, а ми спасаємо. Кого ви спасали? Вас хто просив їх спасати? Вас ніхто не просив їх спасати. Значить, ви вбійця, а вони не просили нас спасати. Я пропрошую, а скажіть, будь ласка, де роблять оці прививки адекватності? Ну, явно не в цій поліклініці, де вона з учасниками СВО стоїть і очікує своєї черги. До речі, вони хотіли пройти без черги, і, відповідно, жіночка їм не дозволила того зробити, тому що, каже, в мене немає до вас поваги, оскільки ви не військовослужбовець, ви вбивця. І, відповідно, ви були на території іншої країни і пішли вбивати населення іншої країни. Цей каже, що він пішов рятувати, каже, ви нікого не рятуйте, бо вас не просили про це. Відповідно, майте те, що маєте. Виходить так, що отчитала героя по перший номер. Але, виходить, що прививки адекватності там таки десь роблять. Питання залишається спитатись, де роблять ці прививки адекватності. Але, знаєте, знову ж таки, таких адекватних на території Росії, як ви розумієте, з кожним днем, не побоюсь цього слова, все менше і менше і менше. Це я кажу не я, це каже Москалькова, яка уповноважена по правам чоловіка. Я нагадаю, хто вона, якщо би раптом ви забули. Так отчиталось перед Путиным, що только 36% россиян недовольні соблюденням прав человека. Ми, звичайно, опираємося на фон, фонд общественного мнення. Тому дуже важливо відслежувати, як люди оценивають состояние своєї захищеності. І треба сказати, що за 10 років картина существенно змінилася. Якщо 10 років люди считали, що права їх соблюдається тільки в 32%, то сьогодні ціфра ціфра гораздо більше 52%. І наоборот, количество граждан, які критично оцінюють і вважають, що не соблюдаються права граждан, уменьшилось з 63% до 36%. Просто не количество недовольства в гражданах уменьшилось, а количество цих граждан недовольних уменьшилось. Ви розумієте, тут у вас дещо статистична покипка є, але чи то покипка формулюванні того, що ви говорите. Ну і, власне, якщо ви думаєте, що це фінал, що це кунєць, то ні, ця покипка буде зменшуватися і зменшуватися і зменшуватися. Але якщо ви думаєте, чого пто раптом? Ну, можливо, через те, що ті, хто був недовольний політикой Путіна, все ж таки виїхали з території Росії. Або раптом ті, хто були недовольні політикой Путіна, були посаджені за грати, а з грати вони відправилися вже воювати на територію України, то ні, всьому виной те, що Росія окружена недружественними странами. Вот і все. В 2023 році смертність в Калининградській області превысила рождаемость на 4... А че? ...3 тисячі чоловік. Возможно, потому, що Калининград стал одним із первих, хто отправляє мальчиків на СВО? Нет? Умерло 11 028, а родилось 7 020. Вымирає Калининградська область. Вот якщо не остановити цю тенденцію, то ведь обычно все начинає потім... То Калининградська область на цьому і закончиться. Геометричні прогресії розвиваться. Якщо тенденція опасна і не останавливається, вона починає розвиватися ускоренно. Для Калининградської області потери населения – це геополитична проблема. Тому що наша область – це ексклав, окружений, в тому числі, і не доброжелательно відносящийся к Росії і держава. Ну да, ну да. Получається, бедна, несчастна Калининградська область окружена недружественними странами. Ну там, це ж Кюнінсберг, якщо я напомляюся, там, країни Балтії, там, Польща поруч, ну певно, то ні дружественні страни. Ну ви б подумали, що всіму віноють те, що мальчики з Калінінградської області опинилися на війні, але ні. М-м. Можливо, знову ж таки, варто пошукати відповідь в тому, що в Україні закінчився снарядний голод, і саме тому в Калінінграді мальчиків та не вистачає. Поки, по крайній мере, ніяких прорывних наших действий, щоб фронт прям вот начал сыпатися у них, нет нигде. І я це слышу, я так маю, ви це знаєте, що снарядний голод у них вже потихоньку прекращається. Конечно, він закінчився, правильно говоря. Вони, коли ходять, вони стріляють много от души. Дронами, вони прям очень хорошо перекрылись, дронів реально огромное количество, просто нечеловеческое. В какой-то момент вони пытались из дронів зробити альтернативу отсутнюю снарядів. Ну не отсутнюю, а їх существенному сокращенню количества, так сказать, тех снарядів, которые вони можуть применить. Соответственно, сейчас у них є і снаряди, і дроны в огромному количестві. У нас сейчас нету просто, оказывається, не оказывається такого РЭБа, ну, в полевых условиях, який мог би їм что-то противопоставити. Они, соответственно, лупят по нашим коммуникациям. То есть они не столько по ЛБС даже лупят, стараются, сколько устраивают налёты на дороге. Мы очень часто теряем личный состав вне ЛБСа, много его теряем, да, на подходах к ЛБСу. Да ну не, вы же ни на кого не нападали? И как же один к пяти, Путин? Один к пяти, я напомню. На глубине 5, 8, 10, 15 км мы теряем личный состав, и мы теряем средства автомобильного транспорта, которые, как вы понимаете, у нас тоже не бесконечны. Надо сказать, что вооружением они обзавелись серьезным, и они все больше и больше дальнобойным вооружением начинают доставать наши тылы. Плюс, может быть теперь за межами Украины этим далекобойным оружием. Плюс, как мы бачим, из 10 атакамсов, которые были выпущены по Криму, все 10 потрапили в свои цели. А значит, ППО Криму уже не настолько хорошо, как ППО Москвы. А значит, полетная зона над Кримом для майбутних F-16-х сбольшуется. А значит... А что, приходили? Нагадайте мне, будь ласка. Что там по демилитаризации? Вы там что-то хотели нам сказать? Я помню, что у вас цель была. Не помню. Ну, так и ладно. Давайте из бюджета каждому командующему округу, ну или группировкой, дадим по миллиарду, каждому командару по полмиллиарда. А если вы сейчас пытались найти здесь логику, то не шукайте ее. Хотя эта логика мне понравится. Ну-ну. А вот так вы решили проблему с беспилотниками вирішувати, да? Роздати каждому генералу по миллиарду. Ну-ну. Захлебнуться. Это все можно. И вот, наверное... Захлебнуться они, скорее всего, водкой или боярышником. Але не перебиваю. Сори. Когда у нас там сертификация и все остальное, да, как обычно, и идет все через одну структуру, через управление вооружением, министры состробороны, дайте командующим вот эти средства. Я вас уверяю, в них все получится. Как только мы дадим по миллиарду, по полмиллиарду, у нас всех генералов посадят в тюрьму, как генерала Попова. Да вы хотите сказать шо? Шо, у вас там коррупция на территории России? Да ну быть этого не может. Вы шо? Хоть никому такого не говорите. А то еще за усквернение армии посадят. Вов, шо ж мы без тебя робить будем? Про женскую логику несколько слов скажем. Европейцам, наверное, страшно, но европейцы ничего не решают, а американцам плевать. Еще раз мы возвращаемся к тезису о необходимости создания стратегической угрозы для самих США, иначе всем действительно все равно. Игрок воспринимает это как не относящиеся к нему. Он не находится в этих густонаселенных европейских городах. И для него это тоже элемент игры. Вот в этом заключается главная проблема сегодняшней ситуации. Значит, ракеты на Кубе, ракеты в Мексике и поддержка всех прокси-антиамериканских по всему миру. И оружие хуситом прямо сейчас. Но это единственное из того, что можно предпринять, не переходя какое-то время в стадию ядерной войны. Все остальное в последнее время не работает. Понятно. Чтобы не было ядерной войны, сейчас нужно раздать оружие всем террористам, которым можно было раздать. Ну, логика где-то есть, Оль. Правда, не в этой студии, не в этой голове, не в этой жизни. Але логика десь якась такая все-таки есть. До речи, что там по плану демилитаризации Украины? Як там кажуть, часть первая поправка 839-я. США говорили, мы поставим вам каски и одеяло, а сейчас на 32 миллиарда долларов они отгрузили всего. Вот все, что у них было, они всего отгрузили. То есть это говорит о том, что все страны, которые сегодня подчиняются американцам, они отдадут все. Они отдадут любые варианты. Мы не исключаем, что они отдадут варианты ядерного оружия. Мы не исключаем... Мне знаете, что подобается подпис на цему видео? Ось тут написано цей. Выраз Путина. Тупые, как стол. Видно, им сподобала ця цитата. Знаете, как там, как говорят в ВКонтакте, любят цитаты Мао Дзедуна, там, какого-то философов, Лева Толстого и так далее. А теперь, знаете, будут в ВКонтакте цитаты Путина. Как сказал Путин, тупые как стол. Совершенно, что сейчас идут эти разработки и идут эти договоренности. Потому что все-таки Украина, это не та страна, которая, знаете, совершенно недоступна технологии. У них был очень хороший советский опыт. У них все это было. И поэтому сейчас это устроить... Ведь аналогии в мире уже были. То есть где-то раз, случайно, появлялись определенные государства, появлялись вооружения, в том числе ядерные. Просто так они взяли гений, разработали, они появились. И там очень активно присутствовали британцы, к примеру. Поэтому вот эти вещи мы совершенно не исключаем. Поэтому в данном случае мы сами себе не запрещаем эти действия. Ну, получается, как бы, что тупые как стол точно не в Украине. Точно не американцы и не німцы. Ребуз какой-то получается. Кто тупые как стол? Питание, где милитаризация занимается, как неактуально, я так понимаю, и в ближнем будущем не рассчитывается. Я правильно понимаю? Дякую. Так, ну и, если, соответственно, кому-то что-то наблюдает в очередной раз, то вы же помните, если он не удается раздать оружие хуситам, если демилитаризация Украины не происходит так, как они себе не планировали, то всегда можно стереть Германию с лица земли. Крайне печально смотреть, как вдруг у нас, особенно в патриотическом сегменте, начинаются какие-то полупанические или какие-то залихватские сообщения. Суть сводится к тому, ну вот, НАТО разрешило удары вглубь нашей территории, а чем ответим мы? Сейчас Deutsche Welle показывает, как горит Волчанск. И они в ужасе от этого. Если у нас есть это видео, покажите, пожалуйста. Вот они показывают, Волчанск, Карьковскую область, интенсивность боев, северная часть города практически там полностью... Спасатели, я просто напомню вам. Вот эти вот Чип-Чип-Чип-Чипи Дейл, которых заслужили. Есть Чипи Дейл, знаете, нормальной людина, есть Чипи Дейл курильщика, есть Чипи Дейл россиян с их русским миром. Вот так он выглядит, я нагадаю просто. Сказывают тут все. Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии? Только к ним мы будем гораздо жестче, мы просто все снесем. Ни на кого не нападали. Просто нагадаю. Все. Какая сегодня веселая, оптимистичная программа. Каждый раз у вас такая, по-моему, веселая, оптимистическая программа. Я просто напомню вам. Кожного разу одни и те саме. Спочатку мы зитремо з лица земли и Украину, а потом будем дотягиваться туди, куда сможем дотягнуться. И, соответственно, продолжим погроживать те, что сделаем с вами те саме, что сделаем с Донецком, Луганском, Харковом. Ну и, звісно, куда сможем дотягнуться. Ну и, чтобы, знаете, как-то разбавить оцю тотальную ненависть Росії до Украины, ну, принаймні, в эфире пропагандистских ТВ-шоу на Росії, розважаются тим, что грают в ребусы. Ну, або ж намагаются троллить з іноземного языка. Ну, все, что не стосуется языка русского, для них дуже смешно завжди. Чомусь. Посмотрите, например, слово «Рено», «Пежо». Кто-нибудь может представить, что «Рено» — это «Реунаут», либо «Пежо», что это «Пеу». То есть это же, ну, ясно, что в головах у этих несчастных людей. И говорите мне, что французский нету смысла. Посмотрите, например, слово «Реунаут». Цікаво, как Владимир пишется в французской? Шо-то типа там подстилка владимирского путинского режима, что-то там прости... Мне здається, якось так Владимир пишется на всех языках мира, нет? Та й таке, ну шо, давайте так. Наустанок я вам маю вышеньку на торте, або, як то кажуть, полунычка, яку вы заслужили. Жеребець! Не дать, не взять. Очень напряженный вечер у Лаврова. Женщину Лавров потерял. Кунь потерял женщин. Затюрли. Затюрли, чтобы видеть больше остальных. Сергеич, какой-то сексизм в ваших словах. Сексизм в ваших словах. Видите, орден жеребца дали, и все. Лаврова счета. Ого-го! Кёнинсберг, Калининградская область. Обратите внимание на Лаврова. Он вам может повысить рождаемость в вашем регионе. Шо ж вы, такого, как Путин, чтобы любил, такого, как Путин, чтобы кормил, такого, как Путин, чтобы детей от него рожать. Вот, конь, смотрите, срадословный, заслуженного жеребца, кого там малі. Буркінафасо, я перепрошую. Буркінафасо. Тому, ну, зверніть увагу. Все ж таки, якось демографічну ситуацію треба вирішувати. Как вариант. Ну, шо, на тому я пропоную нам з вами ставити крапку. Смішніше вже точно не буде. Ну, і побачимося з вами в наступному обзорі пропаганди. Тримайтесь. Па-па. Па-па.